Деньги из районного компонента в этом году были распределены максимально быстро между школами. Учебные заведения районного центра получили без малого 2 миллиона леев. В принципе, районный компонент на этот год выделен в размере 3 миллиона 600 тысяч на все наши 18 школ. Естественно, по ученикам есть там, где численность выше, там, естественно, процент денег больше. Осталось у нас еще неосвоенных миллион 100 с прошлого года, которые мы в этом году тоже самое прибавили. Итого у нас 4 миллиона 700 тысяч, из которых мы уши распределили все, в основном на ремонт, ремонтные работы. Гимназия имени Ивана Инзова получила более 220 тысяч из районного компонента на ремонтные работы. Сейчас там производитель пластиковых окон из нашего города, выигравший тендер, производит замену старых. В этом году мы получили из районного компонента 231 тысячу на замену окон. Вот это мы и выполняем сейчас. Всего у нас будет заменено 72 окна. Еще мы планируем произвести покраску и побелку коридоров, административных помещений. Деньги мы на это имеем из нашего бюджета. И классные комнаты, будет осуществлен ремонт с помощью родительских средств. Директор гимназии надеется, что при отопительном сезоне замененные окна существенно сократят затраты. Ведь теперь, согласно новой формуле финансирования, это головная боль администрации учебного заведения. За все надо переживать администрации, директору в частности. Больше переходить, добиваться, следить за то, чтобы наши деньги пошли в нужное направление, чтобы мы использовали все наши средства. Пока выделено нам денег столько, что мы можем существовать, мы можем себя финансировать. Районный компонент, вопреки рекомендации Министерства просвещения, не будет финансировать изучение родного болгарского языка. После продолжительной борьбы ведомство все-таки выделило средства, хоть и не в полной мере. У нас разница между молдавскими школами, к примеру, Круглянского района и нашего 6 часов. Но признали только 4. 4 признали, и вот сумма 1,7 млн. 3 составляет 4 часа. Те 2 часа как бы остались. Хотите изучать русский язык дополнительно, изучаете или нет, снимаете. Мы снимать не будем. Дети должны изучать и русский, и государственные должны изучать, и и иностранные, и болгарские. Поэтому в любом случае мы экономить на изучении языков не будем. С каждым последующим годом районный компонент будет сокращаться вдвое. К 2015 году учебные заведения перейдут на полное самообеспечение.